Светушинский районный суд Киева принял решение не вызывать на допрос так называемых грузинских снайперов, якобы стрелявших на Майдане в период государственного переворота на Украине в 2014 году, передает издание Юрэйжедейли. Соответствующее решение принято во время судебного заседания, на котором рассматривалось дело по обвинению пяти бывших сотрудников спецподразделения украинской милиции «Беркут», которых обвиняют в убийствах активистов Евромайдана. На допросе стрелков по видеоконференц-связи настаивали адвокаты обвиняемых. Комментируя принятое решение, одна из защитников Евгения Закревская на своей странице Facebook пояснила, что суд использовал косвенное основание для отказа допросить снайперов. Она указала, что ранее в прошлом году аналогичное ходатайство о допросе было удовлетворено, так как защите представили возможность допросить снайперов, которые в тот момент находились в Армении. Однако теперь Киевский суд посчитал, что адвокаты не предоставили убедительных доказательств точного местонахождения неизвестных стрелков. Напомним, что продолжавшиеся с декабря 2013 года столкновения между силами правопорядка и противниками тогдашнего президента Украины Виктора Януковича завершились в феврале 2014 года стрельбой в центре украинской столицы, в ходе которой погибли более ста человек с обеих сторон. Большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Действующие киевские власти указывают на связь снайперов с бывшим президентом Януковичем, но по прошествии почти пяти лет его вина так и не доказана судом. Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на Майдане действовали три разные группы снайперов. Первую входили активисты, противники действующих тогда украинских властей, которые позднее во всем признались. Вторая группа состояла из так называемых грузинских снайперов, наемных военных из Закавказской республики, прибывших для организации расстрелов. В апреле прошлого года предположительный член группы снайпер Коба Нергадзе сообщил, что его вместе с другими военными направил в Киев советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. По словам Нергадзе, от украинской оппозиции операцией тогда руководил самоназначенный комендант Майдана, ставший главой Верховной Рады Андрей Порубий. О третьей группе стрелков по-прежнему нет достоверной информации.